Со вчерашнего дня главной темой в Украине стал пожар на складах в малоизвестном городе Винницкой области Калиновки. Третья за этот год катастрофа в крупнейших арсеналах страны может иметь серьезные последствия, как политического, так и военно-технического характера. ЧП в очередной раз поставила под сомнение адекватность руководства Украины, которое раз за разом допускает повторения таких инцидентов. Вечером 26 сентября на одном из крупнейших военных складов боеприпасов в Украине начался пожар. Малоизвестный город Винницкой области за сутки получил такую же известность, как весной балаклея. Жителям Калиновки и близлежащих сел пришлось срочно эвакуироваться. Большинству – собственными силами. Местные власти заявили, что на складах хранилось около 188 тысяч тонн боеприпасов на площади более тысячи гектаров. По данным военных, горят и взрываются преимущественно танковые боеприпасы. Однако известно, что в арсенале находятся, помимо прочего, ракеты для систем залпового огня. Отдельной темой Калиновской трагедии стали дискуссии о причинах пожара. Власть, как обычно, выдвинула версию о русском следе. Еще одним из важных последствий ЧП является подрыв доверия к Украине, как к партнеру по военно-техническому сотрудничеству. Особенно, если учитывать появившиеся буквально накануне доклады западных структур по участию Украины в незаконных схемах по поставкам оружия в Африку и на Ближний Восток. Эти два события могут дать Вашингтону аргументированный повод не поставлять незалежное летальное оружие. Ведь Киев внезапно показал себя полностью неспособным обезопасить эти поставки, как от случайного взрыва, так и от нелегальной перепродажи за рубеж. К примеру, вчера Пентагон заявил, что все необходимые документы для продажи Украине летального оружия находятся в Белом доме. То есть, осталась только подпись президента. Трампу теперь действительно гораздо сложнее поставить эту подпись, поскольку можно вызвать волну негодований по поводу того, что американское оружие транзитом через Украину окажется в Южном Судане, Бурунди или даже Северной Корее.